Здравствуйте! В студии Марины Симонова в эфире выпуск новостей. Вот его главные темы. Ради безопасности железнодорожники накануне каникул устроили для детей необычный урок. В госсовет отработал день в городе на Каме, о чем попросили сарапульчане и парламентариев. Дорожники получили почти сотню предписаний за прошлогодние ремонты. Как работают нынче, ответ ждут от дорожной лаборатории. Особая красота. Вот такой конкурс красоты прошел в республике впервые. Уже нашел поддержку звезд российской эстрады. И в начале выпуска о ЧП в Откинском районе Удмуртии. Как сообщает Следственный комитет, сегодня утром на нефтяном месторождении Мишкинской произошел выброс попутного газа. В результате скончался 52-летний помощник бурильщика. Еще двое рабочих госпитализированы. На месте сейчас работает следственная группа. Подробности по телефону сообщила официальный представитель Следственного комитета по Удмуртии Вера Филиппова. Все пострадавшие являются работниками за о капитальный ремонт скважин. И на месторождении они выполняли работы по ремонту и обслуживанию нефтяного оборудования. В настоящее время следователям проводится осмотр места происшествия с участием специалистов. Опрашиваются очевидцы, руководство организации. Выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Ход проверки взят на контроль руководством следственного управления. Свою проверку сейчас проводит и организация, чьи рабочие пострадали. Об этом они сообщили в своем официальном информационном письме. И к другим темам. Железнодорожники с одраганием ждут начала летних каникул. В это время обычно возрастает количество ЧП на железной дороге. Дети и подростки гибнут и становятся инвалидами из-за эффектных селфи и глупых трюков. Сегодня об опасностях, которые могут поджидать детей на станциях и железнодорожных путях, напомнили сарапольским школьникам. Детям показали другую сторону железной дороги. Считанные секунды и подвосторженные охи маленьких зрителей четвероногий немец берет злоумышленника. 90 собак официальные сотрудники в штате железнодорожной охраны региона. Овчарки, ротвейлеры и московские сторожевые несут службу почти на каждой станции. Стригут ценные грузы и ищут похищенные вещи. По следу находили были такие случаи. Один из крупных случаев, это когда с применением служебной собаки задержали, предотвратили хищение стрелочного перевода на сумму больше миллиона рублей. А здесь работники железной дороги учатся сцеплять вагоны и формировать новые составы. Посидеть за тренировочным пультом сегодня разрешили сарапольским четвероклашкам. Детям решили показать другую сторону железной дороги. Но все это не для того, чтобы развлечь, а чтобы еще раз напомнить. Вокзалы, станции, перроны, поезда не место для развлечений, а зона повышенной опасности. С помощью тренажера детям дают убедиться лично, остановить поезд не так-то просто. Тормозной путь целый километр. Видите, чуть-чуть уже снижает скорость вагончик, отпускаем. Идет на 34-й путь. Сегодня железнодорожники с содроганием ждут начала летних каникул. Оставшись без присмотра, школьники в поисках дозы адреналина зацепляются за поезда, на крыше вагонов. Заканчиваются эти глупые трюки в лучшем случае тяжелейшими травмами и ожогами. В марте в соседней Башкирии в погоне за красивым селфи подросток забрался на сетку ограждений и задел высоковольтный провод. А в мае в Сараполе 15-летний школьник решил забраться на железнодорожную цистерну. Сейчас за его жизнь борются врачи ожогового центра. Один несовершеннолетний начал подниматься на цистерну и был травмирован электрическим током. Дело в том, что над цистернами, как над цистернами, так и над вагонами, на больших станциях и за пределами станциями проходит контактный провод с напряжением до 27 тысяч вольт. Сгореть на месте можно и не задев провода. Но страшный случай не останавливает экстремалов. Дети цепляются за поезда, пробегают под локомотивами. В результате отрезанные руки и ноги. Еще одна опасность – вихревые потоки, которые возникают при движении поезда. Несколько лет назад на Казанском регионе был случай достаточно ужасный. Дети просто переходили железнодорожные пути, переходили хорошо, но оказались между двух вагонов. У девушки, у девочки маленькой, были волосы, не знаю, это может быть жутко будет, они были распущенные волосы. И вихревым потоком электричка замотала волосы на поручень. Переходные мосты, подземные переходы, линии ограждения – все это не просто так, объясняют детям специалисты. Очень надеюсь, что этот летний сезон пройдет без ЧП. Анастасия Серитько, Руслан Ури Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Более трех тысяч жителей республики уже пострадали от укусов клещей. Такие данные приводят санитарные врачи. Каждый пятый из обратившихся к медикам ребенок. Зараженность клещей высокая, из обследованных каждый десятый был носителем энцефалита и почти 40% оказались переносчиками боррелиоза. В Ижевске зарегистрировано более 1300 укусов. В прошлом году Роспотребнадзор называл парк имени Кирова одним из самых неблагополучных мест. В этом году, заверяет руководство парка, обработку провели вовремя и качественно, включая и санитарную зону, которая в прошлом году не обрабатывалась. В этом году и санитарная зона обработана. Первая обработка прошла, Роспотребнадзор проверил, ни одного клеща не нашли на территории. Так что можете не переживать, мы сами за это переживаем. Ну а сами парки сейчас готовятся к последним звонкам. Центральной площадкой станет летний сад. Здесь пройдет общегородской праздник для выпускников 25 мая. Именно на эту дату ижевская администрация рекомендовала всем учебным заведениям устроить последние звонки. Этот день региональным законом считается днем трезвости. Продажа алкогольных напитков любой крепости, включая пиво, под запретом напомнили сегодня в республиканском МВД. Ответственность за нарушение указанного закона для должностных лиц, юридических лиц до 70 тысяч рублей. И если это будут продажи алкоголя несовершеннолетним, то статья 14.16 кодекса об административных правонарушениях, штраф для продавцов, для лиц, которые реализовали алкоголь, штраф до 50 тысяч рублей. Следить за порядком полицейские будут усиленно. На дежурство выйдет более 900 человек. За каждой школой в день последнего звонка закрепит сотрудника. Депутатский десант высадился в Сарапольском районе Удмуртии. Целый день на территории района работали комиссии госсовета, эксперты и общественники. Какие предложения прозвучали и к чему пришли в ходе проведения дня госсовета, расскажет Роман Вагинов. Эта традиция выезжать в районы Удмуртии появилась совсем недавно, всего пару лет назад. Но этот выезд уже пятый по счету. Метод, предложенный председателем госсовета, доказал свою эффективность. В этот раз в село Сегаево выехали разом все восемь комиссий. Приближаются последние звонки, продажа алкоголя будет под запретом. И вот комиссия Светланы Кривилевой изучает работу местных кафе. Если у вас будут такие предложения, обращайтесь в госсовет, потому что законы все у нас открытые, в них можно вносить поправки, улучшать положение и предпринимателей, и населения. Мы обязательно все это учтем. Сарапульский район в последние годы заметно продвинулся и в сфере сельского хозяйства. Обрабатываются поля, строятся новые животноуческие корпуса. Чтобы не сбавлять темпы, аграрии просят усилить работу министерств по привлечению федеральных субсидий. Следом комиссия посещает социальные объекты. Вот Кигбаевская средняя школа. Здесь учатся 250 ребят. Хороший стадион, мы живем тут, потому что учащихся много, любят легкую атлетику, занимаются легкую атлетику, и вот Сигаева ездят. И поэтому стадиона очень не хватает. Результаты тоже есть? Результаты, конечно, у нас есть. Всегда мы в призерах, победителях, районных соревнованиях, республиканских соревнованиях участвуем. Тесноват и сам спортивный зал. Проблему депутаты госсовета берут на карандаш. Немало интересных предложений прозвучали и в ходе работы комиссии по бюджету. Так сарапурские предприниматели предлагают усовершенствовать ряд законов по поддержке бизнеса, арендной плате и налогах. Пример нашей комиссии мы сегодня рассмотрели шесть вопросов, и они были настолько разносторонние, касались и попутного газа, то, что влияет на жизнь населения, в том числе сарапурского района, и по бюджету фонда медицинского страхования, по медицине вопросы рассматривали, по налогу на имущество. Каждый такой выезд приносит десятки дельных предложений. В итоге депутаты могут улучшить работу не только республиканских законов, но и российских. Это вопрос, который, опять же, задавали по ям, по землям, которые так долго являются невостребованными, зарастают лесом, на них мы не можем работать, потому что законодательные моменты надо решить. Это вопрос социального обеспечения, в том числе обеспечения, например, образования учреждений книгами, учебниками, доступная среда для инвалидов, для людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Много вопросов. Как сообщил Владимир Невостроев, все предложения будут рассмотрены на заседании Президиума Республиканского парламента для принятия конкретных, взвешенных и консолидированных решений. Арман Вагинов, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». А вот каким будет по численности следующий созыв Госсовета? Этот вопрос глава Республики сегодня обсудил со спикером Республиканского парламента, юристами и представителями избиркома. Согласно законодательству российскому и республиканскому, в Государственном Совете Удмуртии может быть не меньше 35 депутатов и не больше 90. В этом созыве депутатов 90, то есть максимум, что позволяет закон. В следующем созыве количество необходимо сократить. К такому выводу пришли участники встречи, но решили продолжить обсуждение этого вопроса с Госсоветом, лидерами партии и общественностью. 98 предписаний получили дорожники от Ижевской администрации на устранение дефектов, что появились на гарантийных участках дорог. Об этом сегодня рассказал руководитель Управления благоустройства и транспорта Сергей Кабанов, уточнив, цифра не выше прошлогодней. На следующей неделе качество ремонта проверят на улице 40 лет Победы. Делать это будут не на глаз, а с помощью специальной дорожной лаборатории. Всего в этом году предстоит отремонтировать порядка 60 участков. Сейчас работы начались на улицах Баранова, Союзной и Фололеева. Дальше у нас по очереди идут дороги Водкинское шоссе, проезд Дерябина, милиционная, 40 лет ЛТСН. Также постараемся в первую очередь выйти на улицу Ленина. Это участок, который непосредственно примыкает к улице Аджиникидзе. Еще почти 100 миллионов выделено на придомовые территории. Этого хватит, чтобы привести в порядок около 75 ежевских дворов. Перечень по районам уже составлен. К ремонту подрядной организации приступит в июне. Удмуртия получит почти 600 миллионов рублей в качестве трансфертов от Российской Федерации на ремонт своих дорог. Решение правительством страны уже принято. Об этом рассказал спикер республиканского парламента перед заседанием Оргкомитета проведения предварительного голосования. Само предварительное голосование состоится уже в это воскресенье. Участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Не все, а только треть. Где ближайшие, можно узнать на сайте. В Оргкомитете ожидают, что придет на них не менее 20% избирателей республики, а возможно и больше. И повод так считать есть. Очень большая активность сегодня и у избирателей, потому что интерес к этому появился. Сейчас мы вышли практически на финишную прямую и реально тот человек, который выиграет сегодня и по мандатному округу, и по партийному списку, имеет возможность быть избранным 18 сентября депутатом Государственной Думы. Претендентов стать кандидатами 27. Голосование будет рейтинговым, то есть отдать свой голос можно будет сразу за несколько участников праймерис. Единственное, о чем очень просят в Оргкомитете, не забывать взять на голосование паспорт. Итоги подведут 25 мая, а окончательный список кандидатов «Единая Россия» назовет в июне на своем съезде. Первый республиканский фестиваль «Особая красота» прошел в Ижевске. Его цель – показать уникальность женщин с особенностями. Проект работает в городе уже третий год. За это время создатели особой красоты подарили его участницам настоящую сказку. Елена Керн продолжит. Профессиональная фотосессия в белом. Стилисты-перехмахеры увидели участницу фестиваля Любовь Сингатулину, по-своему, предложили ей новый образ. Мне очень нравится то, что сейчас популярны косы. Мне туда косы уложили, закрепили заколочками. Пока я еще не рассмотрела. Так что нужно как-то в зеркало посмотреть. Но в моем воображении это выглядит великолепно. Заявилось на фестиваль 10 участниц, но только 9 красавиц вышли на сцену. Настя Каркина сейчас ждет малыша. Это лучшее доказательство. Женщины с физическими особенностями тоже любимы и привлекательны. Для меня здесь цель получить и для себя, и окружающим может быть просто удовольствие. Удовольствие быть красивой, женственной. И коляску, значит, воспринимать, как я всегда обычно говорю, не средство передвижения, а это сегодня трудно. Фестиваль поддержала российская певица и актриса Илона Броневицкая. Свой гонорар за выступление она перечислила в фонд проекта «Особая красота». Девчонок, видели нас? Да вообще, ну, слушайте, я знаю, что такое. В Москве живет мисс Мира на коляске. Самое главное – это доказать самой женщине, что она красива, любима, что она уверена в себе. И что то, что произошло с ней в жизни, это совершенно не повод отчаиваться. Это новое приключение, которое надо очень достойно в жизни проживать. У мамы проекта уже новая идея продолжения фестиваля. Для всех особых женщин, которые сидят дома и боятся быть красивыми, следующий фестиваль, а он обязательно будет, проведут на центральной площади города. Елена Керн, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Доноров крови приглашает госавтоинспекция МВД по Удмуртии. В понедельник, 23 мая, в здании управления будут работать медики станции переливания крови. Особенно здесь ждут тех, кто сдавал кровь в ноябре прошлого года, накануне Дня памяти жертв ДТП. Принявших участия в этой акции было немало. Собранная кровь и ее компоненты все это время были на карантине. Чтобы она могла помочь реальным пострадавшим, необходима повторная сдача крови. Всех желающих помочь ждут с 9 утра до полутня по адресу Воткинское шоссе 1А. При себе необходимо иметь паспорт. А ижевские любители фарфора на этой неделе получили возможность насладиться уникальными раритетами прошлого. В музее Герда открылась выставка, уникальность которой в десятках эксклюзивных и дорогих экспонатов. Одним из первых их оценил Дмитрий Вороновнин. В фарфоре, как оказалось, в Ижевске знают толк не только коллекционеры и антиквары, но и творческие личности. Известная скрипачка Ксения Благович одной из первых пришла на эту выставку и призналась, обожая отлюбоваться фарфоровыми сервизами. А утренняя чашка чая, выпитая из такого вот хрупкого чуда, дает мощнейший творческий импульс на весь день. Музыканты создают музыку, художники, картины. Представляете, ваше утро начнется с чашечки чая в таком красивом сервизе. Это же просто сказка. Это эстетика, эстетика во всем. Ведь, вы понимаете, начинается это все с быта же. То, чем мы пользуемся, как мы сервируем стол, кстати сказать. Это же культура. Вместе с Благович ликуют все ценители фарфора и наслаждаются моментом. Ведь на музейных стеллажах и старейшие загадочные фарфоры из Китая, и изделия частных коллекций из Европы, а также большая коллекция советского фарфора, начиная с 20-х годов прошлого века. В том числе столовые и чайные сервизы из семьи известного одмурского писателя Геннадия Красильникова. Но главная изюминка выставки – фарфор, который без малого век хранился в запасниках Национального музея имени Герда. И за этот век его видели только хранители фондов и реставраторы. Теперь эти хрупкие шедевры гордо красуются на виду у всех. Уникальность в том, что мы впервые показываем раритеты нашего музея, которые охранились много лет, 95 лет в фондах нашего музея. Это кузнецовский и гарнеровский фарфор. Это действительно среди антикваров, среди вообще людей, кто понимает фарфор, стал действительно таким большим раритетом. Кстати, фарфор товарищества Кузнецова – это крупнейшее фарфорово-фаянсовое производство Российской империи конца 19-го, начала 20-го веков. Этот, как сказали бы сейчас бренд, в свое время был удостоен звания поставщик двора, его императорского величества, а также орденов Станислава и Святой Анны. Так что нашему музею есть чем гордиться. Дмитрий Варяновнин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». И последняя информация выпуска. Вечером в предстоящие выходные дни не забудьте включить республиканский круглосуточный телеканал «Удмуртия». Как всегда, мы подготовили для вас рейтинговые фильмы. В субботу в 8 вечера смотрите драматическую историю любви «Глубокое синее море». События фильма разворачиваются в Англии после Второй мировой войны. А сразу после мы представим вам милую российскую мелодраму и также о чувствах лесного озера. А в воскресенье в 20.00 не пропустите захватывающий боевик «Средь бела дня». Смотрите телеканал «Удмуртия», спрашивайте о нем у кабельных операторов. И у меня на этом все. Информационный канал продолжат мои коллеги с новостями о спорте. До встречи.